всем халю я рома а я саша три рубля и наша и это наш канал спасибо деду перееду мы переселенцы из россии в германию а мы приехали в германию по программе поздних переселенцев и вот уже как полгода мы живем вместе нашего распределения в городе бон бон земля nord west westphalia в этом видео мы бы хотели рассказать о наших впечатлениях и эмоциях спустя полгода проживания в германии для этого мы придумали три вопроса на которые каждый из нас ответит по отдельности и так погнали мне нравится в нашем городе у нас очень хорошие дороги очень чисто очень зелено нету никаких дурацких запахов сделано все для людей инвалидов много магазинов разных кафе ресторанов у нас очень удобная транспортная развязка автобусы иногда опаздывают на это нас не настолько критично от нашего хайма добраться до центра это буквально 15 минут вот много классных мероприятий проводится в городе куда мы еще не везде успели сходить но обязательно их посетим вот нравится ли мне в боне ответ неоднозначный скорее да чем нет первое что хотелось бы отметить это чистоту чистоту в городе здесь намного чище чем новосибирске но новосибирск один из самых грязных городов россии спрашивали москвичей чище ли в боне чем в москве говорят чище мы в москве долго не жили были только туристы но я считаю что в москве чище чем в боне поэтому в боне чище но не прям уж так идеально пони очень удобная транспортная развязка это действительно можно почувствовать на себе мы живем не в центре но нам до центра добираться мне кажется на любом транспорте 15-20 минут у нас прям остановка возле хайма это очень удобно встал вышел из дома буквально за две минуты до автобуса расписание автобусов можно все увидеть в гугл картах и все вперед в бойне очень много проходит различных мероприятий выставки дегустации фестиваль шаров блошинные рынки много многое другое по городу висят афиши на главном сайте города можно смотреть эти мероприятия также в аккаунтах instagram мы раньше активно не пользовались этим сейчас активнее стали смотреть а мероприятия эти и посещать эти мероприятия в этом плане бон очень нравится мне боне на мой взгляд очень плохо с различными заведениями общепита нет такого широкого разнообразия как новосибирске если ты захотел грузинскую кухню ты пошел грузинский ресторан если ты захотел тайской еды пошел в тайскую забегалку здесь такого нет здесь очень скудный выбор и очень распространены здесь различные кебабы шаурма картофель фри помос его здесь называют и на каждом углу этих забегалов очень много и там прям очереди для нас это было каким-то шоком когда мы увидели потому что люди очень много едят фастфуда здесь по сравнению с тем сколько вы едят новосибирске люди люди в городе очень доброжелательные особенно поначалу когда мы не знали куда бежать идти на улице могли остановить любого человека сказать на своем ломаном немецком и человек всегда поможет даже не понимая нас он старается вникнуть в проблему и как-то нам объяснить помочь куда идти что сделать это очень радует люди здесь значительно доброжелательнее чем в новосибирске бон очень удобно расположен практически на самом западе страны поэтому путешествовать в такие страны как бельгия франция голландия люксембург очень быстро и довольно таки недорого на момент записи вот этого видео мы уже побывали во франции в люксембурге поэтому бон в этом плане очень нравится изучение немецкого языка я получается хожу пять раз в неделю с 8 30 до 11 45 я учусь у меня один преподаватель она не местная она с боснии но очень много лет живет в германии мне нравится как она преподает на самом деле школа нас самая простая в ней ничего сверхъестественного нету очень много зависит от преподавателя и мой преподаватель мне очень нравится обидно то что она сейчас дорабатывает и перед каникулами она уходит из нашей школы соответственно когда я вернусь каникул у нас будет другой преподаватель до экзамена b1 остался буквально месяц если не брать в учет каникулы потом планах есть b2 но не знаю будет ли это та же самая школа либо это будет другая все будет зависит от того когда я получу разрешение джок-центра на b2 и каких местах каких школах будут места для того чтобы я туда поступила на обучение b2 на самом деле у нас городе очень сложно но если очень постараться то можно найти хорошего носителя который поможет тебе подтянуть знания немецкого языка самый простой вариант для меня это познакомиться с кем-то в спортзале и общаться в спортзале на немецком языке если ты не можешь выучить немецкий язык учи турецкий в нашем городе тебе может помочь турецкий как проходит изучение немецкого языка мы оба саша ходим в школы в разные школы я в одну саша другую вот у меня занятия четыре раза в неделю по 3 часа 15 минут меня ведут два преподавателя понедельник вторник эта женщина из грузии а для нее немецкий язык это не родной язык а четверо пятница ведет немка местная родилась в боне школа в принципе мне нравится преподаватели нормальный не сказать что вау но учиться можно в нашем городе есть большая проблема что очень тяжело найти встретить немца на улице скорее всего это будет сирий турок русские либо другой национальности человек и поэтому тяжело разговаривать потому что люди очень сильно коверкают произношение произносят совсем неправильно плюс акцент и поэтому найти реального немца на улице это очень прям тяжело и поговорить с ним на хох дойче которому учат на курсах нас вот спасает меня то что я хожу на футбол и один день мы играем с ребятами там разного возраста ребята и многие из них немцы вон там уже практика такая получше немецкого языка и это радует по началу нашей жизни в боне я старался со всеми говорить на английском языке потому что многие здесь знают английский язык а я вроде бы тоже неплохо знаю но сейчас я ловлю себя на том моменте что уже 50 на 50 как то у меня наступает момент такой что я скорее всего на уже на немецком попробую заговорить с человеком да не все пойму но общих чертах я пойму вот и поэтому порой даже и путаются у меня два языка английский немецкий но заставляю себя даже наверно подсознательно стараться говорить на немецком потому что раньше была какая-то боязнь начать говорить на немецком потому что не все поймешь или вообще ничего не поймешь но сейчас уже боязнь это ушла и стараешься больше практиковаться на улице с незнакомыми людьми там в каких-то заведениях в магазинах в аптеках в различных местах где можно поговорить на немецком я не скучаю по россии не скучаю по тому городу где я родилась и выросла но я очень скучаю по тем людям которые там остались это мои родственники мои друзья вот их мне да реально не хватает с ними хочется увидеться повидаться провести время но скучать именно потому по той жизни которая была в россии или что было в нашем городе это однозначно нет возможно есть какие-то маленькие детали которые в европе не развиты так как в россии это обслуживание работа банков работа магазинов выходные дни эти моменты да но это не настолько критично это никак не влияет на желание настроение вернуться в россию обратно даже немецкая бюрократия никак не влияет на желание и настроение а вот то что не хватает тех людей с которыми ты проводил очень много времени это да по этому моменту я очень хочу хочу напомнить что жили мы в городе новосибирск я родилась и выросла в городе новосибирск он же пылесибирск третий город по населению после москвы и питера скучаете ли вы по россии мой ответ однозначно нет но мне в плане проще потому что я когда-то уже переезжал из одной страны в другую я родился в казахстане и 17 лет я переехал из казахстана в россию поэтому я уже привык скучать по своим родственникам на расстоянии и у меня все близкие родственники они находятся в казахстане поэтому в этом плане нет я не скучаю по россии однозначно нет скучаю я точно по тем вещам которые в россии развиты намного лучше чем германии это например доставки еды различные заведения общепита о чем я говорил ранее даже интернет германии очень дорогой и медленный интернет не у каждого сотового оператора есть безлимитные тарифы и пока это вот немногие вещи которые реально коснулись нас с сашей но я уверен что впереди еще будет много 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 чего на что мы не смотреть вот с такими глазами и говорить как так у вас здесь это ничего еще не развито поэтому поверьте россия некоторых а может и во многих вещах шагнула далеко вперед германия надеюсь наше видео было вам полезно не забывайте ставить лайки и писать комментарии под видео подписываться и жать колокольчик всем чао до свидули до свидули до свидули нажми на кнопку получишь результат и это наш канал всю жизнь прижимается ко мне что еще сказать в этом видео отсутствует концепция сисек я не знаю насколько вам интересно это будет смотреть но если вам было полезно наше видео приезжайте бон залетайте на огонек будем рады вас видеть